ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дерево! Да. Мы гуляем, как вы видите. Артем меня куда-то ведет, и я работаю насильщиком, блин. Опа! Ой-ей-ей, вставай, давай. Ай-яй-яй. С уточкой резиновой гуляю. Че, испачкался? Да, ничего страшного. Костюм уже надо стирать, он столько раз в нем шлепнулся, что он уже все. В общем, я еще даже накраситься не успела. Пошла сегодня с утра в первом деле гулять с ребенком, потому что посмотрела прогноз погоды. Очень может быть, что весь день будет потом дождь, поэтому надо сейчас успеть погулять, пока еще ничего не закапало. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вообще, столько сил у него. Ночка была веселая, я кашляла всю ночь, очень плохо спала из-за этого. А ребенок проснулся в 3 часа ночи, как давай орать. Че орал? Не понятно было. 20 минут истерично орал, потом, блядь, собрал все игрушки, притащил мне репку, нет, не репку, трех медведей. Я ему по памяти в темноте прочитала трех медведей, и после этого он заснул. на те истерики, которые не успокоить. Он, главное, пытается что-то мне сказать, донести до меня какую-то мысль, а я не понимаю его, ну, то, что он говорит. А он из-за этого бесится. Я говорю, это еще сильнее. Так что ночью мы еще часа полтора не спали, и поэтому сегодня встали. Попозже в 9 утра мы проснулись. Со спортом я сегодня пролетела. Мне как-то дел целая куча. Ну, вот. Только убраться успела. Перед вами показательный концерт. Мама мне надела варежки, а я хотела обморозить руки. Катастрофа. Зайчка, пойдем дальше гулять? Пойдем? Пошли гулять. Артеша подглядывает за детьми в садике, в который он пойдет в следующем году. Он все мечтает туда попасть, потому что там детские площадки разные. Все так весело играют. А его туда не пускают. Да, зайчик? Ты к деткам хочешь? 20 минут вопил и заваришь. Я надеюсь, у него просто зубы лезут. Покажи, где гриб. Гриб. Мы нашли гриб. Вот такой вот. Вот это да. На дереве растет гриб. Листики. Листики. Кустики. Это листики зеленые. Ку-ку. 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 О, это яблоки. Видел? Смотри. Смотри, яблоки. Видел? Это яблоки такие. Яблоки. Что тут только нет? И грибы, и яблоки. Все на свете. Ой, наконец-то у меня самокат забрали. Мы уже час бродим тут по газонам и все такое. Уже замерзаю. Поднимай. Ты не хочешь домой? Мама замерзла уже. Нет. Нет? А я хочу. Может, пойдем? Что, опять мне самокат нести? Давай ты его понесешь. Мама час его уже носит. Мама. Бери самокат. Мама. А-а-а. Ку-ку. 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 Залезай в кровать. Книжки читать будем. Залезай. Смотри, сколько книжек тут лежит. И штаны переоденем зад. Ку-ку. Залезай ко мне. Ку-ку. Залезай. У тебя точно получится. Алишер наконец-то забрал компьютерное кресло. Видите, какая красота. Но это ненадолго, потому что сейчас я начну стирать белье. И снова тут будут стоять сушилки. Книга, да. У него вместо книга получается книга. Хорошо, что мы живем не в Америке. Еще что? А, еще Алишер забрал стульчик. Этот, который для кормления. наш, предыдущий. Что это у меня тут? Как странно выглядит. Как будто у меня гигантские синяки. У меня нету такого. Странный свет. Передает камера. В общем, стульчик для кормления фиолетовый тоже забрал. В итоге решили его везти и храниться на дачу. Вот и мой муж сегодня завезет моей маме. Иди сюда. Все эти штуки у нас теперь минус. Чуть-чуть больше. Ой, господи. Я успела только нарезать мясо и поставить его тушиться. Пупок-то. Ааа, больно. Так не надо делать. Мама. Человек, ты там лайки кому-то ставишь? Мяу, мяу. Мяу, мяу? Мяу. Мяу? Покажи, что там на телефончике. Мяу. Мяу. Там не ню, там мама с папой. Папой. Да. А книжку какую читать будем? Мяу. Какую будем читать? Язык, на котором я общаюсь с вами, можно изменить в настройках Сири. Сири, спой колыбельную. Не, она уже отключилась? Давай включим Сири. Сири, расскажи сказку Артёше. Я вам уже рассказывала. Сири, расскажи сказку. Неужели опять? Сири, сколько тебе лет? Я не совсем понимаю, почему это может иметь значение. Сири, спой колыбельную. Просто ложитесь спать. Сын, ты понял? Просто ложись спать. Хорошо? Слушайте, это просто гениально. Ребёнок. Всё, у тебя штаны упали. Смотрите. Сири, скажи по-немецки. Я хочу есть. Я хочу есть. Сири, скажи по-английски. Как пройти в библиотеку? Сири, скажи по-испански. Я ем яблоки. Вообще шикарно, правда? Да, я снимаю лак, типа. Подожди. Сынок, а давай китайский проверим. Ну, отпусти, пожалуйста. Сири, скажи по-китайски. Мой ребёнок не хочет спать, поэтому я ему буду читать книжки. Я не могу переводить на этот язык. Ну вот. А я-то надеялась. Давай книжки читать. Это? Про котёночка? Ну, давай. Вот тебе котёночек прибежал. Только штаны давай наденем. Я была права в том, что погода испортится. Идёт дождь. На улице очень темно. Я сижу со светом. Ложила ребятёнка. Не без труда. Он продолжает скандалить. Но я уже 40 минут сижу в тишине. И это прекрасно. Успела пообедать. Наконец-то. Потому что уже сейчас 3 часа дня. Я как позавтракала. Я потом ничего не ела. А поскольку я с ним всё время ношусь, мне энергии тратится. Будь здоров. Доела я греческий салат. И мясо ещё поела, которое я приготовила. И сейчас гарнир к мясу готовится. Для Артёшки. И я надеюсь, он поспит ещё хотя бы 40 минут. Потому что я буду снимать лак. У меня вчера уже всё начало отслаиваться потихоньку. В общем, страдает всегда, конечно, правая рука. Потому что правой рукой я до бесконечности делаю уборку. Для сравнения на левой. Да, вот здесь у меня лак слез. Но вот тут всё идеально. А здесь просто кошмар. Это каждый раз. Потому что я тру, скоблю, отковыриваю и так далее. Я ещё приехал курьер. И забрал у меня наконец-то эти панели, про которые мы снимали на созеркалье. Вот. И теперь у меня ещё чуть-чуть больше места. Я сегодня буду всё дальше раскладывать. Потому что, ну, дома чисто, но всё валяется. И, короче, надо всё убрать. Так, показываю пустые баночки. Закончилась у меня вот эта маска корейская. Обалденная. Просто очень крутая. Мне безумно понравилось. И вот этот крем для рук Tour de Fraiche. Потрёпанной жизнью уже, потому что долго я его использовала. Очень вкусно пахнет. Ну, по, скажем так, эффективности. Средненький обычный крем. Приятный. Достала я тут эти шорты. Они мне первые под руку попались, когда я в шкафу ковырялась. Хожу, думаю, что мне неудобно. Потом я поняла. Смотрите, короче, когда я была беременна, я их носила где-то до пятого месяца максимум. И после беременности целый год. Сейчас вот. Они велики. Они с меня сваливаются. Хожу везде, не подтягиваю. Надо их это постирать и убрать на совсем сколько места. Блин, прикиньте, когда-то они мне жали. А когда я была беременна, я их пуговицу верхнюю расстёгивала. И так ходила, потому что живот был. Да мне так даже не сделать. Сын, что ты делаешь? Ай, открывает мой гардероб. Свитер так лежит, потому что я его надевала. Я. Очень аккуратная. Ай-яй-яй-яй-яй. Так нехорошо делать, сын. Не надо. Сейчас будем проводить ревизию. Чуть-чуть я не доделала уборку, которую я делала в связи с обновлением мебели в комнате. Вот этот контейнер, который здесь стоит. И ещё в коридоре у нас два таких контейнера. Я хочу перебрать содержимое. Явно что-то из этого мне не нужно, потому что я очень плохо помню, что там внутри находится. Смотрите, что я тут обнаружила. Такой светильник, который покупала в фикс-прайсе и до сих пор его не приклеила для Артёша. Это такой пазл на вагоне. И на под Новый год достану. Мой Гарри Поттер. Наверное, я его на полку с книжкой сейчас отправлю. Ты доволен, да? Потом куча конвертов. Это эти всякие подарочные, потому что я их не могу выкидывать. Вот прям рука не поднимается. Использую для хранения денег обычно. Но у меня не так много денег, как много конвертов, к сожалению. Ещё я тут нашла вышивку, которую мне дарила Марина. И которую я очень хочу вышить. Но я хочу сначала вышить в Венецию. Ух ты, что это? А, это картон. А зачем я его покупала? Не купила. Ну, я знаю, кому он пригодится. Ты сел ко мне на колени, да? Смотреть, что у нас тут. Что у нас тут? Пока я развешиваю постиранное бельё, сынок запихивает грязную в стиральную машину. Ай-яй-яй. Молодец. Давай дальше. Так вот, да. Давай в машинку запихивай. Покажи, как ты это делаешь. Ай-яй-яй. А так что, Анина, тоже надо? Да. Да. И эту тоже надо. Молодец. Давай следующую вещь. Ай-яй-яй. Ну, ничего страшного. Давай дальше. Так выглядит рай моего ребёнка, когда достали сразу кучу забытых книг. Прошло 15 минут. Друзья, огромное спасибо всем за поздравления с Днём Учителя. Очень приятно. И хоть я в этом году учитель в полнейшем декрете, но всё равно это моя профессия. Я по ней очень скучаю. Так что спасибо, спасибо, что вы не забываете про меня. Небывалая скорость. У меня 11 вечера. Я уже успела сделать маникюр. Правда, у меня немножко тяп-ляп сегодня получился. Но, как всегда, на правой руке чуть-чуть тяп-ляп, потому что левой красить сложнее. Но всё, я надеюсь. Дней на 10 я об этом забуду. И сейчас я сяду работать, монтировать влог. Аджер, в себя ещё не приехал. Но он должен скоро приехать. Потому что он ещё раз заезжает к моей маме. Наверное, он уже заехал и как раз домой едет. Вот. И ещё он мне позвонил и сказал, что он завтра с утра. Мама уезжает на работу. И он будет работать завтра весь день до глубокой ночи. И послезавтра, наверное, полдня или весь день. И это отстой. Потому что погода так себе. Особо не разгуляешься. Марина занята. Мама завтра едет на дачу. Она тоже занята. Я не хочу сидеть целый день с ребёнком дома. Это очень скучно. Тем более, что вроде уже все, кроме меня, выздоровели. Потому что... Потому что уже даже у ребёнка сегодня сопление было. Вот. Я единственная ещё задохлик такой. Ну, потому что я заболела больше всех. Ой. Ну, хорошо уже. Все бодры. Они не очень. Так что я ещё сейчас буду делать. Чем... Фу. Ещё буду думать, чем бы завтра заняться, чтобы не сидеть тупо дома. Потому что я сегодня очень много сделала по уборке. Я, наконец-то, разгребла всё, что я хотела. Все вот эти контейнеры. И там в прихожей целая куча мусора, который он всё же должен будет вынести. Коробки всякие. Вот. И как бы дома у меня только очень много работы за ноутбуком. Но я не могу это делать, если у меня под полком ребёнок. Потому что он, естественно, не даёт мне сидеть за ноутбуком. Так что надо будет завтра придумывать что-нибудь другое. Вот. Поэтому всё. Буду с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. Всем пока.